значит какая у нас история я подготовила чуть-чуть вопроса не только я это больше влад и я чуть-чуть верочка для вас это сюрприз наверное я вообще не знаю что там я даже не спрашиваю но на личные темы я не буду отвечать сразу говорю так что не знаю что там за вопросы личная жизнь это личная жизнь для чего и выносить действительно вчера фате ходила там который тебе навесил ящер вот о чем идет речь да и лечить громче говорили чуть ближе подъедь к микрофону а так нормально слышно это мы его спасали там а чертом которым его это не но это охранник хорошо чуть ближе так слышно отлично начинаем поехали так влад вера расскажите немножечко себе где вы живете если у вас семья сколько вам лет ну то что можно рассказать для общего круга людей я вы работаете если детки хотя бы чуть-чуть о себе ну давай влад начнет тогда я пропускаю веру вперед джентльмен должен девушку пропускать пожалуйста верочка начинай ну хорошо давай давай вопросы потому что мы лично должно оставаться личным где живут там уже все написано я живу в канаде последние 13 лет семья один ребенок что еще рассказать все достаточно отлично я живу в германии больше 30 лет разведен уже наверное лет 25 все отлично скажите как вы пришли к вот этому регрессивному гипнозу вот истоки из чего все начиналось где вот этот был посыл из чего началось первые шаги мы обычные люди переехали и раз мы разговариваем на русском значит где-то жили в этом регионе так сложилась жизнь а тут оп регрессивный гипноз почему откуда ну у меня лично такое мнение как и архангел ханиил говорил когда мы к нему поднимались он сказал такую фразу мы долго вас собирали вас вместе собирали то есть нас мы с верой сошлись абсолютно случайно на обучении в одной школе вот и так получилось что мы практически нас поставили в пару сразу из первого дня мы с верой работаем на протяжении всего времени вера вообще никогда ни с кем другим не работала или один раз и так далее поэтому мы очень много времени инвестировали в нашу работу наши сеансы длятся по 4 часа вы видите только лучшие моменты и такие но это тяжелая работа за этим стоит и до этого мы обсуждаем минимум 30-40 минут каждого клиента то есть всех клиентов что нужно сделать делаем нашу свою стратегию на работу и мы получаем одновременно сразу информации вера и я мы получаем информации во время работы мы подключены к очень многим каналам вера к своим каналам я к своим каналам и плюс мы еще общим каналам подключены так решено было но это все развивалось шаг за шагом мы начинали с людьми которые в общем-то в общем то и сейчас работают до сих пор многие и бросили эту тему но это в общем то это скорее всего я думаю призвание или вот так вот верочка верочка есть и которая благодарна за за знания эти знания владом приумножили развили под себя переделали то есть постоянно что-то приходил приходит ну вот это вот наверное пик какого-то периода жизни до определенного вышла вот гипноз это выше я уже не знаю что может быть выше этого то есть наверное что то есть пока работаем здесь в трансе сразу же и следующий вопрос особые дары что есть такого что было яснознание яснослышание все нужно развивать то есть когда ты попадаешь в этот канал оно и открывается и знание и слышание потому что это зависит от того с кем мы встречаемся там это зависит от клиента это зависит от куратора то есть кто-то дает это картинкой кто-то это яснослышанием как вот Виктория говорит кто-то яснознанием оно просто телепатически приходит эта информация все то есть там все вместе насколько ты развиваешься насколько ну ты в процессе в этом насколько времени ты инвестируешь в это то есть да а почему именно вот вам дали такую миссию кто ваши учителя кураторы или кто из высших сил вам помогает и дает вот эту всю информацию у нас действительно очень много учителей у нас много кураторов причем кураторы у нас есть у группы общий куратор у Веры есть свои кураторы у меня есть свои кураторы по одному у каждого которых мы уже знаем у у учителем является моим архангел ханиил мы поднимаемся туда на этот уровень и плюс еще мое происхождение с плеяд играет очень большую роль потому что я не знаю до сих пор как архангел с плеядами связаны я несколько раз разговаривал по этому вопросу но они очень тесно связаны как-то не могу пока объяснить вот в общем мы пока где-то внутри там и разбираемся по ходу это вот так тебя бросают в воду тебе показывают остров следующее или плыви или иди на дно или возвращайся назад вариантов третьих нет мы выбрали третий вариант и пока все нормально все отлично все у нас идет вот те испытания которые нам даются это чтобы люди просто возможно и понимали что не все так вот мы там последнее видео атаки на нас да это в общем то кому-то может быть и психику повредить и так далее когда такие вещи когда такое видишь и это чувствуешь на себе действительно горло тебя затягивает ты не чувствуешь не хватает тебе воздуха но ты должен понимать кто ты и что ты сильнее этого всего и в этом и лежит как раз вот эта сила намерения о которой мы очень много говорим все изнутри идет если я говорю выходит все из моего тела или из ее тела оно действительно выходит это не просто слова это слова которые подтверждены этим намерением поэтому все это работает в начале было слово не пустые слова а еще откройте такое вот может разъяснение не все понимают между учителем и куратором хорошо у каждого человека есть обязательно свой куратор учителей может быть один может быть несколько может и вообще не быть здесь зависит от уровня и задач души которая в общем то себе цели ставит на эти воплощения я спрашивал своего учителя архангела ханиила кто и знал ли я его до этого воплощения он сказал нет я спросил следующий вопрос у меня был кто кого выбирал он меня или я его и он сказал что ученик выбирает учителя но учитель приходит в тот момент когда учить ученик готов первый контакт с архангелом ханиил у меня состоялся более 20 лет назад проблема в том что я не знал что это архангел ханиил я просто начал внезапно услышал ангельский хор вот и я почувствовал что огромнейшую теплую энергию рядом и она начала эта энергия со мной разговаривать я видел высокого где-то более двух метров красивую такую фигуру светлую ты не видишь ангела лица у них нет лиц у них они как ну есть лица но ты можешь их они проявляются время от времени вот и мы провели великолепный вечер где-то около четырех часов я исписал две или три тетради они у меня до сих пор лежат причем я начинал писать на русском языке заканчивал на немецком языке рисовались картинки какие-то это такое это было действительно автоматическое письмо и на следующий день я проснулся и думаю что это было наверное все это как-то показалось вот и все это красиво ушло на задний план за это время последние двадцать лет я прошел все ступени рейки я учился у трех очень сильных мастеров которые и в трех странах у меня двадцать первая ступень практически все пути пройдены все известно но то чем мы сейчас занимаемся это день и ночь это вот и бесконечность вот потому что рейки ты не можешь уменьшить демона и даже вывести его ты можешь ему только приятно сделать массаж какой-то это энергию здесь совсем другие уровни но принцип одинаковый поэтому каждое знание каждое какое-то искусство это шаг от одного к другому дошел ты до какой-то ступени тебе откроется следующая дверь иначе не бывает и не увидишь с первой ступени третью дверь такого не бывает тебе показывает как машина едет ночью фары что показывает пятьдесят метров сто метров вот это ты и видишь вот так и идешь а пойдут только сильные шанс дается всем шанс дается всем вы идете вы делаете шаг вам идут два шага навстречу именно тот мир ему надо доверять и надо знать с кем ты общаешься у нас девяносто процентов клиентов которые общались с высшими силами оказались что это были драконы рептилоиды игры я просто так говорю это это очень важно если вы хотите войти в эту тему вы должны четко понимать и уметь проверять кроме того что проверять вы должны себя защищать от них а это вот такой пласт который нужно знать поэтому ни одна школа вас этому не научит причем из этих школ которые сейчас существуют не все из них светлые кстати хорошо следующий вопрос Вера хочет добавить что-то ну я могу сказать только за себя то есть я не считаю что у меня лично какая-то миссия для которой я выбрана я просто делаю свое дело которое у меня получается как-то так а нам со стороны когда видеть видео у вас прекрасно получается все спасибо благодарю еще на сеансах вот мы часто слышим вы говорите там печать семи архангелов энергия атмана энергия царя Соломона что это и это что-то такое очень важное потому что кто только слышит из интерферентов сразу же в ужас приходит где мы взяли это и что это Вера ну вот наверное это как раз те энергии которые даются я опять возвращаюсь к рейке да то есть это один канал но кроме него существует множество то есть я хочу сказать что я тоже брала когда-то интересовалась рейке и у меня первая ступень дальше которая не прошла это маленькая я даже не знал а там много каналов и всего то есть разных энергий и вот то о чем вы говорите энергия атмана энергия царя Соломона это это все разные энергии какие-то человеческие энергии мы часто тоже употребляем она такого определенного цвета то есть это энергии которые как раз приходят к нам в сеансах от кураторов опять же от волхва от какие-то знания понимаете они спускаются опять же конкретному человеку конкретной ситуации вот она раз и пришла как ответ Вера так красиво говорила я уже забыл какой вопрос был еще раз повторяю по поводу печати семи архангелов энергии атмана и энергии царя Соломона хорошо это три важных пункта это три инструмента с которыми мы работаем у нас на странице на ютюбе есть вот эта печать как она выглядит единственное чем эта печать отличается от той печати которая у нас есть наша печать находится в нашем биополисфере то есть эта печать была освещена действительно каждым из семи этих архангелов она присутствовала на пасху в храме на варго это город архангелов и каждый из них то есть в ней живет живая частица отца и каждого из семи архангелов что есть практически то же самое это та же энергия вот и мы ее забрали через два дня после того как ее осветили архангелы вот и с того момента эта печать находится в нашем биополе то есть когда я говорю активируется семя печать семи архангелов в этот момент на моей груди загорается или на щите в зависимости от того как я одеваюсь у меня самостоятельное второе тело поэтому у меня свои планы вот и эта печать она действительно дает ту энергию которую мы запрашиваем если я прошу сжечь голограммы эта печать действительно сжигает в руках простых людей эта печать продается в Китае по-моему за 3 доллара вот это будет просто вот так вот она выглядит сейчас покажу она подними повыше не видно да чуть чуть выше пожалуйста а да вот ну сейчас не видно сейчас очень высоко чуть чуть ниже она нас освечивает и ее не видно вот видите она даже не хочет себя показывать не я не к тому говорю в общем-то смысл такой что эта печать она у нас действительно живая живая эта печать передана нам только когда мы я осмелился спросить архангела Михаила мне просто понравилась эта печать теми архангелов я пришел к такой идее почему бы нам такую печать не иметь чтобы сущности нас видели и знали в общем то что мы да и ответ был такой что первое это очень высокая честь первое мы так сразу я так ну конечно без вопросов и второе то что мы очень редко собираемся вместе все вместе все архангелы поэтому этот момент застать когда они все вместе собираются это очень большие какие-то скажем церковные праздники там пасхар рождество вот такие вот дни и троица и так далее вот тогда они собираются все вместе и этот момент надо застать и ну мы так забыли эту всю идею прошло три недели и вере приходит информация вам надо подняться в арго вы можете оставить там свою печать и у нас началась так сказать процесс создания этой печати у нас занял очень много времени потому что мы не знали какой нам взять дизайн мы хотели чтобы у нас на печати было у нас две печати одна золотая семья архангела во вторая с видом арго и нашими инициалами у нас с верой имя и фамилия совпадают первые буквы а имя вообще одинаковое количество букв поэтому мы решили оставить эти инициалы и соответственно в общем то вот эту и печать этот дизайн и благословляли архангела в этом в арго в этом месте где называют его седьмым небом вот поэтому она имеет силу энергию атмана мы получили сверху от нашего учителя одного вот это энергия которая не нейтральная и не она не имеет ни положительного ни негативного значения как ты ее применяешь ее намерение вот для этого страшно это и делают ее опасной для сущности потому что сущности ее почему-то ужасно боятся они ее боятся мы сначала их пугали словом энергии в один момент мы получили эту энергию вот и последний вопрос был насчет энергии царя соломона царя соломона у нас очень хорошее взаимоотношение мы познакомились на сеансе когда у нас есть сеанс на канале про царя соломона кто хочет может найти в общем то мы вытащили из ангелов которого попало это копило его которую он очень долго оказывается искал и вернули ему его любимое копье и мы единственное что спросили можно ли когда-нибудь подняться спросить его там и так далее поговорить о его жизни у нас состоялся такой живой разговор вот когда я ему говорю у вас такая была интересная жизнь когда вы жили и он немножко так обиделся я и сейчас живу вот в общем все это реально существует он был на золотой карете у него были золотые кони у него он над нами висел и вот вера все что видела это было золотое одно золото в золоте в золоте то есть и в один момент прекрасно мы дошли до одного уровня когда у нас была такая серьезная битва с одним демоном не буду его озвучивать имя и вот за день или за два до этого нам с верой поступили эти потоки энергии во время заправки энергии они к нам пошли именно золотая энергия и информация пошла что это энергия царя Соломона вот мы очень бережно с ней относим к ней относимся вот одного упоминания о ней уже достаточно чтобы ввести любого демона в состояние такого шока а применение его это заканчивает его существование если он низкого уровня если высокого уровня он попадает выходит из игры на несколько тысяч лет и попадает в одно такое место я не хочу его озвучивать в этом то в принципе это несколько из наших оружий которые мы применяем у нас их достаточно в общем то много потому что мы не только с низкими имеем дела мы имеем с космическими дела это последние паразиты на фоне которых даже демоны выглядят как третьеклассники потому что те нас реально отравляют лазером жгут души пытаются украсть я я пытался один раз с маме объяснить это она так посмотрела она говорит может ты поменяешь работу вот потому что это действительно серьезные вещи которые мы видим и у нас серьезные инструменты у нас серьезные противники и каждый из этих противников считает своим долгом померить с нами силами серьезно это так и есть это называется социалистическое соревнование то есть мы их опередили вот я когда спрашивал Грея мы у вас там 200-0 выиграем пока мы все у вас обнаружили у вас хоть одна победа есть она говорит пока нет пока нет то есть понимаешь вот это они считают за прогресс я считаю их за паразитом они считают что это поднимает их уровень развития вот за то что я с ними борюсь и они придумают новое я это нахожу и наказываю их сжигаю все что нахожу если не десятый раз не понимают и они считают класс потерпели поражение опыт вот такая вот так вот вот в этом мире мы живем давай поехали дальше Верочка я к вам расскажите о своих к астральных крыльях в астральных крыльях Астральных крыльях? Угу Ну это белые крылышки достаточно большие которые идут вверх спускаются вниз летаем мы только используя крылья имею ввиду варго только когда поднимаемся защищенными и только там мы с удовольствием так сказать открываем эти крылья насыщаем их энергиями то есть выгуливаем так сказать у нас был момент на одном из сеансов для влада открылось что-то новое мы поняли что для него это новая информация вас назвали ангелом черными крыльями было такое я ангел с черными крыльями я сам испугался вот в том плане почему черные почему у всех белые почему черные мне потом объяснили пришла информация я уже объяснял я в каком-то видео значит самого моего создания душа моя родилась на плеяда но самого моего создания я был рожден именно ангелом воинов у ангелов воинов черные крылья у всех ангелов воинов черные крылья и когда я сказал архангелу ханиилу чужими так обижают у всех черные у всех белыми черно сказал без черного и белого не видно если ты все цвета возьмешь и смешаешь в кучу какой будет цвет черный волкодава охраняет хорошо вот и поэтому черные крылья они имеют свою функцию они имеют ту функцию ну пусть погавкает давай надо молодому человеку поговорить да не ничего мы мы будешь видео счет хорошо слушай как тебе красиво на фоне цветов вера ну да лучше чем на фоне клетки тогда так поехали к еще раз повтори вопросы так давайте дальше как часто вы делаете себе чистку от этих интерферентов потому что есть видео где к вам очень сильный прицепляются вот эти гады но мы чистку делаем при каждом погружении то есть мы начинаем себя проверяем обязательно себя и потом уже работаем каждый день мы делаем если мы даже не работаем и автоматически при первых ощущениях производим свою чистку каждый из нас может сам себя почистить у нас вера есть своя технология которую мы можем в мини таком варианте провести то же самое не выходя в астрал глубокие не строя комнаты диагностики и в которой мы работаем то есть мы выставляем все на матрицы земли и все это быстренько проходит в менее таком варианте это работает на 99 и 9 процентов за исключением того что если они что-то новое изобретут им пока этого не знаю поэтому это вот так вот все идет но здесь как раз помогает в таких случаях если при этих новых разработках это ясно знание моё потому что информация просто идет вот не там никого не то я чувствую там есть вот есть и надо дальше копать и вот так вот мы их находим против этого ни одно оружие грей никогда не придумай поэтому они пытаются нас выключать эти цивилизации потому что мы постоянно получаем новые апдейты новые обновления банка данных все что было изобретено сегодня всеми цивилизациями на следующий день наш скэнер уже знает и он находит все скэнер мы придумали скэнер нам дали плеяды и поэтому в общем то мы работаем у нас два скэнера ручной и которыми пользуемся эти скэнеры мы можем вызывать в любое место где мы работаем даже в матрице то есть силой своего намерения и также работают если надо экспресс произвести у меня нас есть клиенты которые пишут срочно просто разрывает руки ноги и так далее вот в этот момент через пять минут я уже в ее биополе вытаскиваю эту сущность обычно уничтожая потому что это уже после произнесения манифеста и человек моментально чувствует облегчение на физическом плане от таких боли которые психиатру бегут это наша работа мы как мы можем себя защитить или хотя бы понимать что у нас есть что-то у нас есть ты уже ответила сама на этот вопрос понять это если сознание те кто понимает тех кто осознает те делятся на две группы 90 процентов ищет помощи снаружи придите высшие силы придите помогите обычно приходят рептилоиды греи ящеры гуманоиды и прочие паразиты а есть зерно которое находится уже в нас и о которых человек просто забыл это есть то частичка отца та частичка отца в общем-то которая должна расти изнутри и вот эта сила намного сильнее всех остальных сил и осознание то есть когда ты понимаешь ты приходишь за рамки своего квадрата в котором ты живешь когда ты перестаешь то что ты не понимаешь и говорить на это это чушь а просто задумайся над кими вещами понимаешь что намного больше существует между тем что ты можешь видите что то не видишь но она существует или знаете люди например что демоны не существует физической форме как таковой они существуют только в астральной форме и вот эти голоса вот это все вот это все это так они говорят именно через свои тела вера с ними разговаривает абсолютно нормально потому что я никогда с ней она не синхронизируется на этих низких вибрациях и поэтому нам идет соответственно в общем-то такая информация я бы хотела добавить про обычных людей то есть человек должен помнить что в первую очередь это душа которая пришла пройти свою свою жизнь на земле и получить какой-то опыт и если человек этот будет помнить он никогда не скажет что он обычные обычные люди да то есть он всегда будет помнить что он часть творца и а у него большая сила внутри это очень важно вот все остальное уже как клад сказал изнутри развивать эту силу и пересловано человек опытная душа она чувствует и знает у нее получается какие-то вещи намного лучше уже в этой жизни все удивляется почему да потому что на этот опыт уже пережила из прошлых жизни она просто делает но не знает почему она знает это это есть тоже о чем говорила вера это опыт прошлых жизней только кому кто осознает это тот владеет в общем-то очень хорошо какими-то специальностями или какими-то направлениями своими или с людьми или у них на набран огромный опыт какой-то который в этой жизни востребованы он не бывает потому два человека начинает вместе учиться у одного такой опыт по окончанию другого столько и сколько и было вот эта причина каждый принес свой багаж знаний виктория вот тоже вопрос к вам вот перебила что-то еще вопрос вы тоже проходили у нас чистку и вы узнали кто вы после этой чистки душу душа активировалась и показала себя вот вы тоже расскажите как вы себя чувствуете с осознанием кто вы ну как-то облегчила вам это жизнь дало какие-то знания я думаю очень большой для меня это было большое как сайт опыт и какое-то облегчение то есть понимание чего-то вот вы как как себя чувствуете после этого ну я поняла действительно что мне всегда с детства казалось что это все не по-настоящему это все какая-то игра и люди все время притворяются зачем они это делают зачем они притворяются вот я всегда искала вопросы зачем я сюда пришла кто я вообще что я здесь делаю меня эти вопросы внутри были разные после чистки конечно я ну я не ожидала такого теперь меня мужа гладит по спинке ты мой ангелочек а само осознание просто стало легче вот для меня как какую-то но само осознание вот как вот она ангел вера она ангел она узнала что не есть крылья как ты думаешь какое может осознание крышу сносит и все и все становится на место сразу я не про этот план говорю для меня это было это было какая-то вот проходишь какое-то обучение получаешь диплом да вот когда ты осознаешь кто ты тоже ты перешел какую-то черту и ты не можешь вернуться назад уже вот нужно идти только вперед с этим осознанием я вот про это говорю случилось ли у вас так или нет то есть дальше уже ты ты будешь жить с этим осознанием всегда и твои поступки уже будут немножко другие скорее всего вот потому что ты знаешь кто ты уже то есть ты будешь вот как ты например ты ищешь помощи у клея да да виктория она знает что он ангел и ну все ты у тебя уже есть эти знания их никуда не деть и какие-то поступки ты уже будешь делать как ангел вот скорее всего да назад пути нет ответ на этот вопрос и я думаю у многих кто вот осознал ну да уже немножко по-другому понимаешь себя и чувствуешь себя по-другому Виктория у тебя связь у тебя ребенок сейчас там играет где-то на компьютере нет сейчас ну картинка подвисает к сожалению да интернет не очень а вот сейчас пошло да он только опаздывает звук каких-то озарений или информации пока нет хочется уже все и сразу я говорю эй ребята а вы хотя бы что-то во сне мне покажите поделитесь знаниями ангельскими меня же приглашали ну вот я готова наверное еще не настолько а ты спрашивала что то вопросы задавала ну я наверное или ты ждала ответов или ты вот так вот ну вот я встречаете да ну где то так быстро ну а что ты хочешь а все а знаешь какой ответ ну вот ты отлично встречаем ты должна конкретизировать во-первых любой запрос всегда я сейчас всем объясню перед тем как что-то получить ты должна что-то конкретно обозначить форму того что ты хочешь если у тебя например есть какое-то желание ну скажем материальное какое-то желание ты должна полностью себя представить материализованное это желание и имеющие видящее это желание и вот когда это называется мыслеформа и вот эту мыслеформу надо отправить наверх там где исполняет желание если в твоем случае есть вопрос то ты можешь задать вопрос формулировать его и сказать скажи как мне защитить вот это конкретный как мне решить вопрос в этом конкретном случае ответ идет в этом конкретном случае ты задаешь обобщенный вопрос а идет обобщенный ответ ты задаешь по пунктам вопрос дожидаясь ответа на каждый пункт и ответы тебе будут даваться по сложности именно по росту твоего понимания по имени твоему имени именно по твоему росту по твоему духовному росту тебе дали чуть-чуть проглоти сначала прожуй усвой эту информацию сделай проверь ее начни дальше начни дальше вот так устанавливать взаимоотношения с высшими силами понимаешь конечно буду по чуть-чуть поступить вот так а вот этот ну вот вы узнаете что вот я ангел приятно конечно встречайте меня этот номер не действует можно на себе проверяли понятно хотите что-то формулируйте запрос из ничего ничего не бывает понимаете вы должны создать эту энергетику ваш запрос является этой энергией вы о нем думаете вы вкладываете свою энергию вы делаете мыслеформу вы что-то хотите получить вы хотите мудрость получить представьте себя мудрой и вот эту мыслеформу что надо вам сделать вас приведут к этим знаниям вы должны опять конкретизировать хотите ли вы знания в области геологии хотите знания понимания людей или как любить всех или что-то такое но самое главное не обязательно чем меньше материального тем лучше потому что материальное это все там даже не любят об этом говорить и все это если человек задает материальные вопросы значит он еще не понял кто он вот так они понимают покупать нам дом продавать нам дом разводиться ли мне эти все вопросы они говорят это ваши личные это ваш личный выбор вы для этого здесь на земле чтобы делать ошибки или принимать правильные решения поехали дальше да есть очень много пар гипнологов и слиперов которые рассказывают что мы это можем то можем а есть прекрасный случай у вас был с Алексеем что семь пар гипнологов не могли освободить его от очень такого не будем называть имя страшного демона как вам это удалось с Алексеем действительно это сложный случай до сих пор мы поддерживаем контакт из-за этого демона потому что там идет война миров и она сошлась на этом человеке как это ни странно за ним за его душу его прадед или прадед который он даже не знал подписал контракт на весь род и вот этот демон забирает все поколения мужчин на протяжении и отец у него имеет проблемы и он сам и так далее то есть это такой сложный случай с одной стороны со второй стороны он является учеником архангела Михаила то есть ему дано больше испытаний пройти и так далее он имеет прямой доступ к его энергетике но ему нужно здесь трудно что сказать что ему нужно потому что демоны не могут войти в тело которое до такой степени высоковибрационное и полна этой уверенностью и наполненная энергией абсолюта или архангела Михаила вот с одной стороны с другой стороны они постоянно придумывают что-то новое и вот с Алексеем последняя информация была то что он прадед его там они заставляют его подписывать контракты до сих пор внизу и пытаются эти контракты оживить в этом мире то есть мы все контракты уничтожили а дед новый подписал это конечно это это вот ну вот такие методы они используют у нас идет война дальше они атакуют его родители отца вот и проблема в том что все кто общается с такими людьми у них есть такая по себе потенциальная опасность они стреляют не сами они стреляют это сущность сидящая в нем стреляется всеми с кем общается человек вот видел кого-то в поле зрения пошла подключка пошла подключка человек начинает ощущать женщина кушает бутерброд и он начинает ощущать вкус этого бутерброда это значит в этот момент уже произошла подключка в таком мире мы живем с такими врагами мы имеем дело за остальные пары я не могу сказать каждого свой уровень каждый растет каждый старается как можно респект тем кто встал на этот путь ради того чтобы его пройти сделать хорошо те кто встали за деньги на этот путь именно за в плане обогатиться или там такого те потерпят крах это они не получим эти знания которые даны они в один прекрасный день мы уже встречали таких людей они заключаются вот ты видел ты перестал видеть все навсегда вот как где дали так тебе и забрали и они только думают что они видят большинство гадалок например такого плана который людей привлекает всякими обещаниями мы не обещаем мы видим их она их не видит она говорит там черные силы мы видим этого демона мы знаем какого у него сколько у него герц мы видим черта этого беса всех сущностей мы там видим и мы с ними общаемся вот у меня второй вопрос к Вере Вера как вам это все видеть оно же наверное ужасно страшное Вера крутая скажем так мы погружаемся 4-5 дней в неделю то есть видеть каждый день эти клетки с их наполнением вибрации то есть их не просто видеть надо то есть от них идут ну как я уже говорю вибрации определенной энергии и мы ставим защиты между клетками между нами Влад знает очень толстые слои потому что сталкиваемся с разными интерферентами которые тоже высоковибрационные и пытаются влиять то есть что я могу сказать это опасно опасно одно и второе что отдыхать нужно от этих клеток вот поэтому мы поднимаемся в арго и летаем там наслаждаемся именно этой чистотой клетки утомляют это правда видеть их приходится многие бросают какие-то свои ну части тела так сказать это или огонь или ну вот спруты любят бросать или слизь или что-то крисовские какие-то то есть все бросают пытаются оставить чтобы прийти снова да это реально опасно потому что когда видишь этого огромного демона но он действительно выше человека намного здесь главная работа в паре вот я что хочу сказать мы когда начали работать вообще вот нас поставили в пару влад уже говорит говорил и когда мы так соединились друг с другом по скайпу во время учебы да и у нас это была домашняя работа то есть своя чистка и встреча бывшим я первое перед первым погружением влад меня погружал как раз в транс и первое что я ему сказала что я тебе доверяю понимаете и он сказал мне то же самое что я тебе тоже доверяю и вот с этого началась наша работа потому что если ты не доверяешь и ты в трансе во первых это мысли которые там совершенно не нужны то есть это начинается интерфицирование да о невидении и вот когда я вижу клетки вот эти что вы спросили Вика я всегда знаю что у меня есть там Влад который все это исправит который вытащит меня оттуда и который даст команду какую-то ну чтобы защитить меня то есть вот это знание меня ну дает мне силы работать дальше и видеть это почти как такое копье как у Влада конечно если лазер появился за веру я там наказываю конкретно принципиально намного жестче чем за себя вот потому что все-таки надо границы знать да да не лезут и не липнут честно сказать вот Влада любят они ну да работу предлагали уже все уже его приходится доставать из разных сетей снимать ошейники от ящеров нет но одновременно это повышает не только не только дает такой тот факт что на нас напали то есть мы с каждой чисткой поднимаемся на какой-то определенный более высокий уровень то есть нам даются более серьезные защиты нам объясняют наши учителя или дают им просто что все поступает по мере ситуации вот дошел ты до этой ситуации до этой проблемы тебе не дадут оружие до того как ты дошел и можешь пробить этим оружием эту проблему нет ты должен сначала столкнуться это да только после этого тебе дадут и ты можешь не дойти до нее ты можешь развернуться и уйти назад мы идем прямо поэтому мы так и интересны в общем-то для всех этих сущностей тут больше скорее всего играет наше предназначение Вера тоже родилась на другой планете у нас есть видео мы были на ее планете 3,2 миллиона световых лет это вообще было наше первое путешествие мы взяли с собой еще туда куратора и Миткрат называется да Вера планета Миткрат да вот очень интересно и после этого когда мы поняли что мы можем наше первое путешествие было 3,2 миллиона световых лет от Земли очень интересное видео после этого мы еще один раз решили полетать и полетели к сожалению на солнце мы там были мы общались с ними вернее мы поехали по приглашению в меня вселился как всегда солнечный человек вот я его вытащил думаю куда тебя делать она говорит хочешь посмотреть солнце давай приглашу тебя я говорю давай пригласим нас ну вот так вот и полетели потом дня два лежали пластом с Верой после этого мы такое облучение там получили несмотря на все защиты которые были мы выдержали там 15-20 минут можно находиться вот все что видят люди солнце это плазменная оболочка внутри существует совсем другая жизнь безусловно они существуют в совсем других формах и огромнейшая планета я говорю покажи нам солнце а он сказал звезда он сказал что у него ему надо сделать запрос на заявку на то чтобы провести эту экскурсию а он ее к сожалению не успел сделать в общем мы там сделали такой визит кофе попили типа такого пообщались немножко он показал я говорю покажи что у вас есть он показал самое дорогое это наши камни они помешаны на камнях на солнце их очень интересуют наши залежи наших драгоценных металлов они говорят у вас есть металлы которые очень ценные для нас но они находятся на глубине на которых вы никогда не сможете достигнуть где-то 45 километров и так далее и так далее вот но они знают что они там есть и вот они их интерес земля представляет наши ресурсы к примеру вот они говорят они ответственные за природные явления у нас на природе если там солнечные ветры идут или вот такого плана это долгий разговор не будем на этом акцептировать на это уже другое внимание в общем мы вот так вот полетали и когда мы поняли что мы такие уже можем делать вещи мы решили просто не не растрачивать наш талант на то чтобы заниматься популизмом то есть мы реально помогаем людям безусловно интересно когда сегодня умерла какая-то там звезда которую все знали а тут уже 30 человек сразу с ней берут у нее интервью вот вы умерли вот вы перед телом стоите и у них там по 20 тысяч просмотров и так далее я просто так за голову берусь и вот так думаю господи куда тебе вот эти люди потом спрашивают что и жизнь после смерти осознания никакое нет еще осознания и понимания очень малый процент я думаю осознанных на земле если так вот взять реально где-то около 5% это очень мало но за ними очень большая власть в основном в будущем если они конечно их не сметут и так далее потому что трудно идти против течения против системы бороться с ней и доказывать кому-то это вообще бесполезно нельзя объяснить слепому что такое голубой цвет ты не сможешь это сделать он его никогда не видел как ты объяснишь поднимись духовно подними вибрации подними энергии ты не можешь ты должен представлять этот процесс реально ты должен осознанно его представлять это не пойти купить там булочку в магазине и все вот она булочка нет это все ты делаешь не видя того что ты делаешь в этом лежит и сила ну вот я хотела спросить как вы же очень много теряете энергии Вера теряет Вера теряет 2 килограмма за сеанс реально я выпиваю порядка около 2 литров воды вот все что она потеряла я все это выпил как вы восстанавливаете вампир автоматом идет все это мы у меня проблема в том что после сеанса я еще не могу долго заснуть это получается из-за перенасыщения энергии до 4 утра у Веры как раз день она там прыгает по Канаде у нее все нормально у нее как раз день а у меня как раз ночь и вот я от пол ночи гуляю а пол ночи так сказать отдыхаю на сон мне хватает 5 часов 5-6 если я сплю 7 часов то значит уже кто-то пытался или подселился или кто-то ссет энергию не говоря уже а больше раньше я мог 12 часов спать пока сам себя не почистил первый раз поехали дальше как поддерживать высокие вибрации у каждого человека есть свой уровень мы смотрим на сеансах у кого там 18 того 22 тому 25 кому сколько нужно но как держать как держать эти высокие вибрации каждому человеку у нас мне кажется столько сеансов и встреч с кураторами где все это объясняется в каждом видео практически конечно не срываться это опять же менять себя менять свое отношение к ситуации вот и все никто не придет извне и не будет успокаивать то есть каждый человек ответственный за свои эмоции и за свои как сказать привычки то есть если ты привык нервничать и срываться на какую-то ситуацию нужно пересматривать свои привычки и относиться по-другому и удерживать эти вибрации как уже говорили многие кураторы нужно найти какую-то планку и не падать на нее и тогда постепенно вы будете идти выше поднимать эти вибрации я чуть разъясню эту тему то что имела ввиду вера мы устроили так что у нас вот такая шкала такой диапазон эмоций от очень высоких до самых все катастрофа конец света весь мир погиб и там и там подключается интерферент в этих пунктах самых высоких или самых низких искусство заключается находиться в таком диапазоне чтобы ты просто находился в состоянии гармонии не выше не ниже улыбнулся посмеялся но неистошно если горе ну так не горе а сожаление и забывать это все вот этот диапазон надо держать это есть та полоса вибраций как заполнять заполняться энергиями давать себе команды и на Субтитры создавал DimaTorzok